Аккордеонист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Станислав Герасимов. Ждали, я так понимаю, Станислав. Вас долго. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вообще, вы приехали сюда с мастер-классами, не просто так, да? И это ваша родная музыкальная школа, правда? Да, это моя родная музыкальная школа, я здесь учился. То есть вы у нас заканчивали ее прямо на конце. Да, это было давно. Это был 2005 год, когда я закончил школу. И потом поступил в музыкальное училище в 2006-м к Гетману Александру Васильевичу. Два курса отучился. И так вот тут вышло, что поехал потом во Владивосток продолжать свое обучение. Ну это было уже сознательное решение. Вы уже, конечно, в тот момент понимали, что свяжете себя с музыкой, когда учились в музыкальной школе в городе Благовещенске. Ну это произошло на старших уже, в старших классах. До этого, конечно, были соблазны и по спорту, и множество, и компьютеры были тоже соблазны. Но музыка все-таки победила. Вот в какой момент она победила? Что вообще сыграло, наверное, или кто сыграл главную роль в этом процессе, что вы в итоге решили заниматься музыкой? Я думаю, что педагог. Все-таки педагог. Это вот Любовь Михайловна. Она все-таки привила эту любовь к музыке. И вот эти все конкурсы, которые я принимал участие, областные, это большое ей спасибо. Было сопротивление? Вот честно, вот сейчас для тех мам и детей, которые учатся в музыкальных школах, вот у вас, у победителя уже всевозможных конкурсов всех уровней, вот у вас было сопротивление, когда вы говорили, я брошу музыкальную школу, наверное? Я думаю, что, наверное, каждый музыкант через это проходит, и я не исключение. У меня, конечно, это было, я только не подскажу, когда это конкретно было, но это было где-то посередине учебы, где-то курс второй, третий уже Академии Искусства. Это действительно такой критический момент, но у кого-то раньше случается, да, у кого-то позже, но он бывает. Вот как прошли, что вам помогло? Я на какое-то время убрал инструменты и вообще занимался совсем другими делами, а потом начал скучать. И когда вот это вот, началось у меня вот эта тоска по инструменту, я просто взял, вернулся и уже понял, что без этого жить не могу и продолжал. Ну а кем вы себя видели? Именно музыкантом или преподавателем? Вот как это сформировалось? Чем конкретно в музыке заниматься? Вы знаете, вот когда я пришел в музыкальное училище на первый курс, вот помню четко, что именно в тот момент я сам себе сказал, что я хочу стать, во-первых, лауреатом международных конкурсов, во-вторых, я хочу стать концертным исполнителем. Ну, педагогом я себя не видел, это пришло гораздо позже, и да, я преподаю, но к этому я пришел гораздо позже. Постепенно уже, да, дошли до этого? Да. Ну, давайте про конкурсы поговорим, я знаю, что у вас вообще есть какие-то потрясающие награды, которые называют даже таким Оскаром среди баянистов, вот как мне это характеризовали, что вот все, выше называется некуда. То есть вы все собрали, что можно, или еще нет, есть к чему-то стремиться? Не все, конечно, собрал, но кое-что собрал. Это была Италия, 2014 год, город Ланчана. Я тогда участвовал в двух категориях, это категория классика и категория варите, ну, эстрадная категория, то есть эстрадно-джазовые композиции. Что играли? Вот мне интересно. Ну, логично, что в категории классика я играл классику, а в эстрадно-джазовой категории я играл эстрадно-джазовые композиции. У меня просто нет вот этой связки, да, как аккордеон, эстрадно-джазовые композиции, то есть легко ложиться вообще на этот инструмент? Нет, далеко не легко, нужно прорабатывать очень многие моменты, делать переложения. Ну, вот, скажем, есть какой-нибудь джазовый стандарт, или, допустим, какая-нибудь песня, например, Бесса Мамуча. И вот мы берем тему этой песни и на нее потом делаем импровизацию. Но только над этой импровизацией нужно очень хорошо, над ней нужно очень хорошо поработать. Эх, Станислав, жалко мне все-таки, что вы сегодня без инструмента, он у вас на отдыхе. Он на отдыхе. Потому что работаете здесь усиленно, насколько я понимаю, на мастер-классах. Но видео огромное количество в сети, мне тоже присылали ссылки, я посмотрела. Это, конечно, великолепное исполнение, поэтому мои комплименты. Спасибо. И все-таки для того, чтобы достичь такого уровня мастерства, вот играть там практически все, и джаз, и погони, вообще все, что угодно на аккордеоне, сколько нужно работать? Вы знаете, вот студенческие годы я занимался по 8, а то бывало и 9, и 10 часов. Ничего себе. Я приходил с самого раннего утра, бывало даже жертвовал парами. То есть у меня нужно было идти на урок, а я на него не шел, сидел и занимался, потому что у меня впереди были конкурсы, и нам делали свободные посещения. Но даже когда не было свободного посещения, я все равно где-то жертвовал и в пользу инструмента, в пользу аккордеона. Ну вы же сравнивали с одногруппниками, да, сколько они работают, сколько вы работаете? То есть это в разы больше? Были ребята, которые тоже занимались столько же, сколько я, но таких ребят было, к сожалению, не так много. То есть не все, конечно, готовы так жертвовать? Не каждый готов идти на такие жертвы, да. Но сейчас-то вы точно понимаете, ради чего вы это делали? Я вам больше скажу. Я сейчас хоть и меньше занимаюсь, но я занимаюсь каждый день. То есть все равно с инструментом надо практически жить? Да, это как в спорте, то есть тут, если забросишь, все, теряется форма. Также и у музыканта есть такое понятие, музыкальная форма, исполнительская. Вот стоит только, скажем, не позаниматься недельку, все, навык немножко теряется, пальцы, ну как это, так сказать, деревенеют. Их нужно все время в тонусе держать. Аккордеон сейчас не самый популярный инструмент? Ну мне кажется, это по моим ощущениям. Ну он один из популярных инструментов. Все-таки он является до сих пор популярным, да, и среди студентов. Да. Ваши студенты, которые приходят учиться, как думаете, им уже, ну имея педагога, который прошел действительно все конкурсы, с таким уровнем мастерства им проще или наоборот сложнее? Нет, им интереснее. Им интереснее. Мы просто на уроке музицируем, и не только на словах, но и на деле. Вообще, как педагогу, опять же, правильно давать материал, чтобы вот этого вот момента, когда мне уже неинтересно заниматься музыкой, у ученика не было? Тут самое основное, это заинтересовать ребенка. А чтобы заинтересовать, тут нужно, наверное, исходить из репертуара, то есть какие-то такие искать пьесы, которые будут интересны ребенку. То есть такого прям какого-то шаблона не должно быть, что вот это на всех, этому ребенку всем одно и то же. Все должно быть индивидуально. Каждому ученику нужно индивидуально подходить, искать индивидуальный репертуар. И обязательно, обязательно я считаю, что педагог все-таки должен еще и уметь владеть инструментом, чтобы показывать, чтобы как бы этим самым своей игрой вызывать интерес у ученика. Мне интересно, когда вы летаете с аккордеоном, вы вызываете интерес у авиакомпании, например? Да, вызывают интерес у авиакомпании. Я не буду сейчас по телевидению говорить, что нужно делать, чтобы не вызывать этот интерес. Но сам факт, что предположение есть, что все-таки в черном ящике находится. Потому что проблема вся заключается в том, что авиакомпания может тщательно настаивать на том, чтобы инструмент сдавать в багаж. Чего делать ни в коем случае нельзя, потому что инструмент стоит дорого. Там в багажном отделении не будут церемониться, кинут один раз, и можно будет попрощаться с инструментом. Никто потом не возместит ремонт, если там вообще он будет подлежать потом ремонту. Что касается творческих задумок, следующих конкурсов, либо каких-то выступлений, которые действительно вас вдохновляют, вам хочется вот это сделать, много таких сейчас в загашнике? Куда хотите в ближайшее время двинуться? Вы знаете, да, действительно, да. И чем больше у меня последнее время концертов... Совсем недавно я был в Магадане. До этого у меня был концерт в Петропавловске-Камчатском, я играл в филармонии. Так куда хочется-то? Так я вам говорю к тому, что вот, когда у меня столько много концертов, мне хочется еще, еще и еще и везде. Ну, хотя бы, может быть, до Новосибирска добраться. Станислав, ну я вам желаю не только до Новосибирска добраться, гораздо дальше, правда. Спасибо вам большое, что приехали к нам, пришли к нам в студию. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня с гостями был Станислав Герасимов, аккордеонист, лауреат всероссийских и международных конкурсов из города Владивосток. Вы смотрели программу «В центре внимания». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова